Барклассика Добрый день Меня зовут... Ой, боже, так все громко меня не зовут Меня зовут Александр Барклянский Мы начинаем пятый концерт встречи моего проекта Барклассика Я очень рад тому, что каждый раз появляются новые лица Я даже знаю, чем обусловлено появление сегодня большого количества новых лиц Но прежде чем я позову главных гостей сегодняшнего концерта ваших гостей, нашей публикой я хотел бы сказать буквально несколько слов о том, что происходит в Москве в концертной жизни В прошлую субботу, после того, как мы два часа совершенно неожиданно для меня провели в компании инструмента который, в общем, можно было сразу назвать инструментом-загадкой и вот эта загадка в течение двух часов и потом еще очень долго меня лично не отпускала Я был поражен тем, как вытерпеливо слушали инструмент, который, в общем-то, конечно не может похвастаться разнообразием тембров, красок но это было здорово, интересно и абсолютно уникально потому что, мне кажется, подобных концертов часто не услышишь именно об этом я хотел бы сказать потому что бывают такие концерты в Москве в культурной московской жизни которая, в общем, в каком-то смысле порой опошляется и начинает тиражироваться одни и те же имена на афишах мы встречаем, они мелькают а бывает так, что в Толице дают концерты люди, которых нужно слушать на чьи концерты нужно бежать с вами на голову и, видимо, я заведу такую практику рассказывать вам заранее о том, куда стоило бы сходить потому что вот в прошлую субботу я просто не мог вас звать я был уверен, что будет аншлаг на вечернем концерте который случился неделю назад приезжала потрясающая мельца-сопрано мирового, я бы так сказал, вселенского масштаба Олеся Петрова она из Питера, она моя большая подруга и она пела камерную программу с Алексеем Гориболем в малом зале консерватории сказать, что меня обескуражило что зал был неполон и не было аншлага это ничего не сказать ну, то есть мы, конечно, с Надей и с Гришей, как могли, заполнили портрет но, ей-богу, этого недостаточно недостаточно того, что пианисты не ходят слушать потрясающих музыкантов которые аккомпанируют так, как сейчас очень мало кто делает таких певцов тоже на одной руке можно перечестить и эта мельца-сопрано, на мой вкус не только потому, что она, моя подруга, лучшая российская мельца-сопрано может быть, лучшая в мире вот она приехала в Москву, а зала нет полного это безобразие вот именно поэтому я буду, наверное, думать вперед не только о сегодняшнем дне а по поводу того, что концертмейстеры хочу вам, забегая вперед, сказать, что одна из программ скоро будет касаться именно профессии концертмейстер я не буду говорить, кто ее будет проводить потому что это будет просто мега-супер-пупер-сюрприз вот, конечно, в анонсе вы это увидите за неделю но пока пусть это будет тайно и пусть это будоражит вас так вот, сегодняшние гости, а их несколько даже я бы сказал много и вот кроме постоянных, тех, которые в бабочки приходят я приглашаю их на сцену это камерный хор Московского энергетического института и это потрясающие, замечательные музыканты во главе с Татьяной Кониной, хормистом удивительным музыкантом, энтузиастом и очень обаятной девушкой и теперь им слово на несколько минут медленный хор ПИС immigrants ooh двое Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Не в институте, не где-то конкретно, а вот для каждого из тех, кто пришел заниматься этим замечательным делом под руководством ТАИМ. Что нужно сказать, чтобы вы понимали, насколько серьезный, несмотря на непрофессиональную в каком-то смысле основу существования этого коллектива. Камерный хор Московского энергетического института ежегодно принимает участие во многих мероприятиях культурных и не только культурных, видимо. В городе Москве гастролируют по России и даже за рубежом, бывал неоднократно, получил некоторое количество премий на очень престижных смотрах. И все это, конечно же, очень здорово, но гораздо интереснее узнать, почему вообще люди пришли, а уже потом, как они добились того, чтобы получать премию. И я передаю слово Тане. Я могу сказать, почему я пришла. Это тоже интересно. А почему? Можем как раз ребят спросить, почему же они пришли. Хорошо, давайте тогда. Значит, с чего началось? Почему пришла в голову идея человеку, который закончил Московскую консерваторию по двум специальностям? Татьяна – органистка дипломированная. Вы много видите на каждом шагу? Сейчас расскажу. Но неважно, сейчас уже за плечами Московской консерватории дважды. Как хармейстер, как органистка Татьяна так и продолжает выступать. И ее деятельность в качестве органиста тоже весьма бурная. Несмотря на то, что Таня стала недавно достаточно мамой, я так понимаю, что ее концертный график таким же плотным остался. Но сегодня, конечно, мы делаем упор на ее деятельность как хармейстера. Да, расскажу. Было все очень просто, потому что я жила, а рядом был институт, который закончили мои родители, и познакомились, там поженились, и родили троих детей. А я заканчивала консерваторию, я была на пятом курсе. И перед пятым курсом я подумала, как же, вот институт есть, там хора нет, я тоже есть, а хора нет у меня. И как же я буду дальше, что же я заканчиваю Московскую консерваторию совершенно ничем. Без хора. Да. И я поговорила с своим папой, он мне дал ему две недели подумать, точно ли я хочу делать хор, или я буду его базарить тем, что скажу, сделаю, а на самом деле не сделаю. Вот. И две недели прошло, я сказала, что да, я хочу. И он меня там с кем-то познакомил, и все сказали, хочешь, делай. Как говорят. Ну это такой инсайт, это секрет, откуда и почему, да, я тоже могу долго рассказывать, как появился оркестр, которым я руку вожу, и который вы слышали в первой программе «Барклассика». Но, опять же, наверное, стоит забраться еще глубже к эстокам, откуда появилась вообще Московская консерватория и хоровое дирижение. Наверное, тоже с музыкальной школы и с хора. Да-да. Да? Да-да. Так, и как это было в детстве, хор? Ведь у каждого, да, наверное, из присутствующих был в детстве хор? Нет, не у каждого. Нет, не у каждого? Нет, далеко не у каждого. Так, вот с этим мы тоже будем разбираться. Кому больше повезло в связи с тем, что этот хор был в детстве, или его, то есть был или не был, хорошо это или плохо? Ну, тут Аня как? Ну, в детстве хор просто давал интересную жизнь, потому что мы ездили, мы наступали. Загибаем пальцы. Мы ездили по разным странам, мы выступали на разных концертных площадках. А что было в хор? У хора была просто такая школа специализированная, где была и музыка, и общеобразовательные предметы в одном. И вот так вот мы едем. То есть ничего особенного, я не могу сказать, но просто такая вот школа, где тепло, хорошо детям, и они еще вместе поют и культурно развиваются. Я могу сказать, что я, в принципе, адепт хоровых школ, я большой сторонник в связи с тем, что моя старшая дочка, которой 10,5 лет, она учится в хоровой школе, а она занимается там на протепьяно как основным сопутствующим предметом. То есть все дети в хоровых школах получают возможность или необходимость заниматься на инструментах, кто что выбирает. Ну вот моя дочь в детстве говорила, что она на скрипке уже умеет играть, поэтому заниматься не очень хотела. Сейчас она с еще большей страстью говорит, папа, хочу все-таки на скрипке. Но я абсолютно убежден, что если человек не рвется к инструменту с какого-то там совсем детства, совершенно не обязательно заставлять его тратить часы на обладение каким-то инструментом, но дать музыкальное образование необходимо, и хор для этого одно из самых подходящих мест. Потому что, мне кажется, детям там лучше вместе. Да, во многом я согласна. У меня был опыт, я работала в большом детском хоре в Ростелераде, хормистером совсем не так давно. И это такой пример всеми нами любимого хора с детства, эти песни, которые на слуху и никуда не денутся, уже не выбить. И вот этот большой очень хор, и там большие традиции хорошие, и ребята голосистые, и солисты, и не солисты. И вот это такая, как вторая жизнь, творческая и общая. Потому что хор — это не просто какое-то музыкальное действие. Это еще и сплоченность, и как маленькое такое микрообщество, которое развивается по своему закону. Даже в деревне, да, собственно говоря. Вот мы сейчас плавно перейдем к нашему второму концертному номеру. В деревне люди вроде как жили, все друг про друга все знали, и тем не менее им тоже хотелось даже в музыке слиться. И сейчас мы послушаем русскую народную песню «Уж ты зимушка, зима». «Уж ты зимушка, зима, студенка зима была, зима морозливая». Ой, студенка зима была, зима морозливая. Закрутила, запила, заморозила меня Но мое сердце болит, а татья не милит, а татья не милит перед суток, чтобы любить. Спасибо. Это здорово. Итак, наверное, стоит разобрать хор так же, как мы разбирали инструменты, которые были у нас в гостях. Вот если в прошлый раз мы даже в каком-то смысле пропустили и по вертам пробежались, два часа нам не хватило, чтобы разобрать по косточкам колесную леву. Это я уж потом понял, что мы не обозначили, что там, например, подставка очень похожа на леолончельную, практически так же выглядит, что струны делаются так же, что канифоли пользуются так же, как скрипачи. Оказалось, что очень много тем, которых было важно коснуться. В оркестре все знают, да, можно определить состав в каком-то смысле по внешнему виду инструментов. Ну, вот сидит такая красивая группа с одинаковыми инструментами, некрупными. Это скрипки. Примерно, так, если между ними бросить ленточку, можно их разделить пополам на первые и вторые. Ну, это понятно. Дальше сидят скрипки побольше, это альты. Скажу по секрету, да, мы, опять же, не коснулись этого совершенно, когда был оркестр в гостях, а вообще оркестровую или квартетную программу я обязательно сделаю. Так вот, альт, в отличие от скрипки, не имеет стандартных размеров, а альты бывают от размеров маленькой шлюпки до размеров огромной байдарки. Все зависит от пожеланий исполнителя. Кто-то хочет очень яркий звук и имеет длинные руки, а у кого-то, ну, это я к чему говорю? По внешнему виду можно определить и то, как звучит инструмент, и наоборот, виолончели уже явно выделяются, контрабасы там стоят. Не будем сейчас дальше вылезать за пределы струнной группы, несмотря на то, что там сидит часть моего любимого оркестра. Им привет большой. Очень маленькая часть. Так вот, я почему параллель провожу, потому что вот здесь сейчас на сцене смешанный хор. Хоры разделяются по видам. Бывают хоры мальчиков или девочек, детские хоры. Там, конечно, большого разнообразия голосов невозможно добиться. Бывают отдельно мужские коллективы, бывают отдельно женские коллективы. А вот в данном случае смешанные. А лучше всего смешанные. Ну, конечно. С блеском в глазах сказала молодая мама. Конечно, лучше всего смешанные. Почему? Потому что, конечно, когда есть и мужская база в виде басов и сопутствующих им баритонов и теноров, и верха совершенно звонкие, и опять же теплые и мягкие мэтса, альты, это дает полнозвучие. Если поработать, то будет лучше. Ну, если поработать, то, знаете, тоже не все альтисты знают выше второй позиции ноты. Это все для работы годится. Так вот, давайте разбираться, где у нас стоит. Вот так на первый взгляд, вообще, я думаю, никто никогда не определит, где стоят высокие голоса, а где стоят низкие. Давайте разбираться. Я знаю. Это залог успеха, да? Анекдот про дирижера все знают, который 25 лет выходит на концерты и на репетиции и всегда перед началом, перед тем, как взять палочку в руки, достает маленькую записочку. И два старых коллеги друг другу говорят, слушай, 25 лет смотрим на это действие, давай заглянем в записку. Что он там читает? Молитва какая-то, что ли? Залезли, открыли этот замусольный клочок бумаги, у него написано «Первый скрипт слева, виолончели справа». Так вот, дирижер, конечно, если даже не помнит, то в любом случае в какой-то момент должен знать, да? Даже самый большой склеротик. Ну, вроде не склеротики, поэтому твердо должны и бегло объяснить публике, где у нас кто находится. Да. Хочу замолить? Да, конечно. Таня, вам сегодня все можно. Хорошо. Ну, у нас слева высокие голоса, и женские, и мужские. Справа альты с босами. Вот у нас сопрано, сопрано, мы можем покланяться. Покланяться, это конечно. Мы сегодня только для вас, для этой маленькой сцены, стали вот так, чтобы нам всем... Вот это сопрано. То есть самые высокие ноты мы слышим из этих прекрасных голов, ртов. Да, самые высокие, чаще всего сопрано поют мелодию. Они должны, ну, это то, что слышнее всего, и то, что узнаваемее всего. Первые скрипки, собственно. Да, и то, что сразу на слух ложится. Вот если вам что-то неуютно, это сопрано. Сопрано виноват. Альты у нас отличаются тем, что вот самая образованная партия в хоре — это альты. Они практически все с музыкальной школой. Они очень многие пели в хорах. И чаще всего альты у нас делятся на два голоса. Если нужно женский ход поделить на два, то мы делим альтов. Это стабильно, получается. Это только в вашем хоре самые образованные альты? Или это практика такая? Ну, может, так просто сложилось? Я не знаю. У нас-то у скрипачей раньше было так, что на альт переводили неудавшихся. Потом, когда появился всем известный Юрий Абрамович, он эту практику сломал. И в какой-то момент, на моем, во всяком случае, курсе, крутых альтистов было больше, чем крутых скрипачей. Это стало очень престижно, и действительно, было понятно, что вот альтист идет. Ну, надо очень много заниматься, чтобы так играть, как некоторые альтисты. Это у нас так сложилось, это я не могу сказать, что я не обязательно. Если мы скончим, то сразу. Сопрано подтягиваемся? Дальше. Нет, сопрано тоже у нас замечательные. Нет, они прекрасные. Я шучу. Просто мы их обозначили, как на всякий случай виноваты. Нет, которые сопрано у нас сегодня, так вообще просто все алмазы. Так что... Ограненные? Да. Прекрасно. Мы работаем над этим. Так, дальше. Вот партия теноров, и идите сюда. Выходите. Она небольшая, но она очень звонкая. И тенора обычно поют еще выше, чем сопрано, по тесситуре, по соотношению того, что может голос, и что написано... Что может голос, да, и что написано. То есть они выше, чем сопрано, по ощущениям внутренним поют. Ну а теперь моя любимая, это басы. Они любимые, потому что, ну, змея, это самое благозвучное, это что-то низкое, бархатное. И вот когда у них получается низкое и бархатное, тогда они любимые. Замечательно. Мало того, что кор отлично звучит, еще и прекрасно выглядит. Сейчас буквально два слова о том, что, конечно же, в России, да, вот это разделение на четыре голоса далеко не всегда было. Собственно, как и в Европе. Были времена очень давние, когда совместное пение групповое было вполне себе однозначно унисонным, да. А потом его стали вместе с развитием культуры и инструментальной музыки, вообще с развитием мастерства делить, делить и делить. И сейчас мы послушаем сочинение, которое демонстрирует нам... Что нам продемонстрирует сочинение? Это будет духовное сочинение? Да. Именно мастерство композиторов, которые писали для хоров свои духовные концерты, оно, мне кажется, до сих пор осталось в каком-то смысле на недосягаемой высоте, потому что из этих программ, из этих концертов можно составить огромные программы, абсолютно разнообразные. И вот сочинение Чеснокова, Бортнянского, Березовского – это просто кладезь мелодический и в том числе изобретательный композиторский багаж, который потом использовали композиторы следующих поколений, потому как знать возможности голосов, то, как они сочетаются, как они могут переплетаться, и наиболее выгодно звучать в духовной музыке, которая не терпит никакой ни суеты, ни погрешности. Эти композиторы демонстрировали в своих сочинениях виртуозно совершенно, и мы сейчас послушаем из духовного концерта. Да, это будет Павел Чесноков. Такой пасхальный уже концерт, предварившее утро, о событиях утра воскресенья. Да, это будет Павел Чесноков. 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 Народное пение. В итоге это перешло в госпел. То, что мы очень любим в исполнении, например, Луи Армстронга. Это народное. Это то, что пелось в храмах. Просто подход к исполнению музыки у разных народов, духовной музыки, в первую очередь, очень разный. Очень разный. Зависит сильно от характера. У еврейского народа свой стиль и подход, у русского менталитета свои особенности, которые в пении и во взаимодействии в горе тоже сказываются. И как раз, чтобы много не говорить, и вы смогли как можно контрастнее оценить эту разницу, сейчас прозвучит один из спиритшеллс. Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэд, he is alive. Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй. Барри Рэй, Барри Рэй, Барри Рэй. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как раз вот сейчас мне захотелось поспрашивать у наших замечательных, таких живых, я отходил, чтобы полюбоваться за тем, как выглядит это Я вас призываю, дорогая публика, когда хор делает так, это значит, что мы не на скучном академическом концерте, на зачет, эгономационный какой-то процесс Они живые, вы тоже живые Танцуете вместе с нами Танцуете, конечно же Мало того, мы об этом поговорим чуть позже, но то, что в хоровых коллективах сейчас все больше и больше усложняются задачи репетиционного и концертного процесса Потому что все больше и больше вот этих концертных номеров стали готовить разные коллективы и соревноваться в виртуозности, подаче материала Мне кажется, что на самом деле это носит не элемент шоу, а просто становится действительно очень жизненным процессом, замечательным И я вот здесь хотел бы спросить у участников хора, кто хочет рассказать историю своего появления в хоре в принципе и может быть именно в этом коллективе в частности Вот вы, по-моему, хотите Здравствуйте, меня зовут Ольга Я в хоре моей сравнительно недавно, только с прошлого года И попала я сюда совсем не из института, я, в общем-то, врач Вот, но наши хористы, они очень люди разносторонние, они не только поют, вы еще увидите, они еще и танцуют Вот, и многие из нас танцуют, в том числе в парке Горького и знакомятся там И вот именно там я, собственно, познакомилась с одним из членов нашего коллектива И меня позвали, говорят, Толя, приходи в хору Я говорю, ну, конечно, я приду в хору И вот я в хоре Отлично Так, сейчас для разнообразия у кого-нибудь из молодых людей Так, кто не спрятал глаза, тот выходи Добрый день, здравствуйте, меня зовут Андрей Я в хоре не так давно, всего 10 лет Собственно, не знаю, как вам об этом сказать Да, он такой единственный В общем, с меня и с Тани, собственно, все и началось Умеется в виду хор, хор Мини Есть хор Минина, а был в тот момент хор Мини Безусловно, именно так было, да То есть изначально в хор пришел я вместе со своим другом С которым, ну, начиная с первого курса института Мы под гитару пели песни, ну, на несколько голосов И художественный руководитель Дом культуры МИИ Говорит, вот пришла молодая, симпатичная, образованная девушка Из консерватории Не хотите попробовать выступить? Ну, не выступить, а, собственно, присоединиться к коллективу? Мы говорим, хотим Ну и пришли, оказалось, что, собственно, присоединяться пришлось к руководителю Да, и вот, ну, мы этому очень рады Мы рады, что у нас хор растет Хор, ну, хор, музыка, это все можно объединить в одно, да Это некий стержень, который вокруг себя обвивает и притягивает людей по интересам Причем интерес у нас один, это музыка, да Но у нас все люди разносторонние Кто-то строитель, кто-то медик, кто-то адвокат, кто-то инженер Совершенно разные специальности, но за счет того, что нас объединяет музыка Мы всегда находим общий язык и помогаем друг другу во всем Начиная от партии, да, потому что все знать невозможно То есть, слушай, а как там, а как там, а как начинаем, да И заканчивая, ну, советами по жизни, да То есть хор, это семья Так что добро пожаловать Всем мы всегда рады и слушателям, и, собственно, чтобы к нам вы приходили Спасибо По-моему, кто-то работает в сетевом маркетинге Послушайте, можно, в принципе, наверное, у каждого так спрашивать Я уверен, что из всех этих... Да, они разговорчивые Да, они разговорчивые, улыбчивые Я уверен, что у каждого своя отличная история Может быть, мы даже продолжим это через пару номеров Сейчас я хотел бы задать другой вопрос, опять же, участникам Что вы чувствуете? Это специально вопрос в качестве ответа тем, кто сидит в зале И кто, наверное, никогда не пил и задается этим вопросом В частности, вот для этого ты пришел сегодня А что, собственно, вы чувствуете, когда поете в хоре? Ну, вот, в принципе, вот стою я под душем Пою себе, получаю удовольствие Зачем мне идти в хор? Ну, я абстрактно, да, говорю? Просто есть любители петь в душе И считают, что это самое лучшее по акустике место Так вот, наверное, это не так Но для того, чтобы с этим поспорить Нужно послушать людей, которые действительно поют в хоре Так, вот, мне кажется, что девушка, которая опустила глаза Думает, что я ее не спрашиваю в среде Самая юная участница нашего хора Самая юная? Да, ей очень мало лет, она еще школьница Вот поэтому и спросим Хорошо Всем добрый день Меня зовут Маргарита В хоре я не так давно Но мне это очень нравится Я получаю свои необычные эмоции Это очень приятно для меня Что я встретила такой хороший коллектив Таких хороших людей Которые, ну, приняли меня Зато, ну, на мой такой юный очень возраст Но это совсем не важно, сколько лет, на самом деле Я как раз о другом хотел спросить Вот, в принципе, рядом могут оказаться в хоре Люди совершенно разных поколений Вот сколько вам лет? Мне 14 лет 14 лет А рядом может стоять, например, человек лет 38 или 40 Ну, например, ваша мама И в этот момент совершенно не важно, ваша мама это или нет У вас у обеих есть голоса И вы поете Предположим, у вас у обеих одинаковый голос И вы обе сопрано Вот что вы будете чувствовать, кроме того, что В тот момент, когда вы поете рядом с мамой Это просто здорово Вот как себя чувствует просто один поющий человек В окружении других поющих людей Какие у вас ощущения? Я думаю, что всем очень приятно находиться с такими прятками любви Для них это какие-то свои личные эмоции Конечно же, позитивные эмоции Отрицательные бывают? У кого-нибудь бывают отрицательные эмоции во время пения в хоре? Смело, смело У Альтова спросим, да? Спасибо Про приятные эмоции понятно Про отрицательные поговорим Есть? Альты? Женя, так Здравствуйте, я самая главная Отрицательная эмоция хора Зовет меня Евгений На самом деле, конечно, в хоре бывают разные вещи Как и в любом коллективе Но мы стараемся с ними справляться И находить какой-то общий язык друг с другом Если вдруг что-то там не понравилось Вот Но в целом Не понравилось во время пения? Ну, на самом деле, бывают разные ситуации Бывают во время пения, но это как-то мы научились справляться Вот сейчас именно про пение давайте Потом про остальные бытовые подробности Про драки на гастролях Вот сейчас про пение Вот стою я рядом с вами, пою вашу партию Все, опять Как быстро меняется Оля Меня зовут Ольга Вот насколько я поняла ваш вопрос Есть люди-солисты, которые наслаждаются собственным голосом Им нравится петь индивидуально Это я Это прям такая черта характера в том числе А есть люди, которые обожают хоровое пение Они прям растворяются в этой гармонии Которая возникает именно от многоголосия И если для меня, то я всегда любила музыку Но для меня никогда не было интересно индивидуальное пение Когда я пою в хоре Я чувствую, как мы меняемся Когда просто меняется структура музыки Настолько мы друг друга дополняем Что возникает совершенно новое свойство Мы поем вроде как одно целое Но совершенно масштабно Очень многоголосно Богато Ну это действительно такое Это создание определенной новой структуры и гармонии Вот это вот для меня хоровое пение Мир становится многохромным, да? Да, это действительно Это радует Вопрос отлично Выходите, выходите Здравствуйте Это наш постоянный слушательный зритель Выходите Вас не видно, не слышно Я глухой, слепой Только на сцене Принимается Вот сюда Вот сюда Вот сюда выходите Тут вообще по субботам Днем в клубе Козлова Скромные люди не тусуются Как вас зовут? Меня Анна зовут Вот Уважаемый хор Вы мне скажите Когда вы поете У вас мурашки Там вот модно, да? Сейчас там голос Мурашки, бабочки У кого мурашки У кого бабочки У кого, не знаю, там Червяк где-то что-то прогрыз Когда где-то кто-то сосед Там фальш какую-то ляпнул Бывает такое или нет? Вы об этом? Скажите У меня иногда сыпь, извините Сыпь на большевые ноты, да? А у вас? Я хотела сказать про мурашки Первое произведение От которого у меня появились мурашки Это было Духовное произведение Отче наш Вот когда ее только-только учили У меня было Ну, это все разрознено И когда вот это все зазвучало Когда все выучили свои партии И вот этот вот первый момент Когда это зазвучало Я же закрыла глаза У меня такой Вот это да И у меня прям вот это единение Что вот хор Это вот такое действительно Общее целое И он поет И у меня И вот такие тонкие ноты И слова И вот когда ты чувствуешь И смысл этих слов И можешь их передать Вот это большое прям удовольствие Вот такие вещи Спасибо Я вот сейчас сделаю резкий переход От слов, которые передают смысл И мурашки Мы перейдем к нигерийской народной песне Ома-бани Ома-бани Песня А? Оба-бани Ну, я нигерийским редко разговариваю Так вот Песня появилась в репертуаре коллектива В связи с тем, что Некоторое время назад В институте учился И пришел петь в хор Молодой человек из Нигерии Ну и почему бы не попеть песни из Нигерии? Слушаем Ома-бани 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 Молодой человек из Нигерии Аплодисменты, мне кажется, абсолютно неадекватны в ситуации. Хор поет на нигерийском языке. Вы тут слово на нигерийском знаете, а тут люди поют. Не путаются и совпадают друг с другом. Продолжим разговор про ощущения от совместного музицирования. Про оркестр я, например, знаю. Я мог бы сейчас привлечь некоторых стоящих и сидящих, но не буду. Потому что, конечно, раз уж сегодня разговор про хор, про стоящих и сидящих, это я, опять же, про членов своего замечательного, любимого у меня оркестра. Но вот в хоре все равно есть своя специфика. Играть на инструменте — это одни задачи. Пользоваться своим голосом в каком-то смысле, наверное, проще, чем инструментом для исполнения, на котором нужно как-то еще синхронизировать движение рук. А здесь есть только две маленькие складочки в горле, которые в зависимости от мастерства, конечно, выдают чистые или фальшивые ноты. Но вот мне всегда было интересно. Вот если в хоре человек поет, а справа и слева от него не очень. Ну, во всех смыслах, вот не очень. Вот что можно сделать? Зыркнуть на соседа. Вот что вы делаете? Сейчас абстрагируемся. Говорим не каждый про своего соседа. Я так понимаю, что Таня поставила сегодня коллектив несколько нетрадиционно, поэтому кто у кого справа и слева сегодня оказался, может быть, в воле случая изменено от стандарта. Я скажу, что можно сделать. Так. На самом деле я не практикую того, чтобы люди сделали друг другу замечание. Это никак. Нет, но это правило в оркестре. Ошибся, строго посмотри на соседа. Это понятно. И вот тоже хочу еще поспорить по поводу того, что с инструментом сложнее, чем с голосом. Потому что на самом деле... Сложнее. Я сказал просто, что это другая ситуация. Она как бы отягощена. Кому-то может быть и проще. У меня есть ученики, и в моем оркестре есть люди, которым я говорю, спойте, они... Да, просто голос зависит от настроения, от здоровья, от того, как поел или не поел. Он звучит или не пошло, вот все не пошло, и все, как ты ничто не делай, и не пошло. Ну, хотя мы знаем, конечно, тонкости, что как за это пошло, но тем не менее. Например? Писет коньяку? Нет, ни в коем случае. Что подсказываете на разницу? Ну, разные способы есть. Кто это сделал? Там, опора. Ну, как бы у нас, на самом деле, вовлечен весь организм. И все тело, если поют только две маленькие, как вы сказали, то ничего не слышно, не видно и вообще не выразительно никак. Но это я так, это не специально, чтобы спровоцировать вас. Да, да, да. Я поспорить вышла. Да, да. Вот я и вышла. И поэтому поет все тело, обязательно поет живот, обязательно поет, там, все свободно, обязательно резонанс мы слушаем. То есть у нас голова у певца очень задействована. Таня, вы смотрите, тут момент такой. Вот когда солист-певец, да, все-таки есть такое разделение. Точно так же, как есть психология и специфика исполнителей, которые садятся в оркестр, но долго думают, что они солисты, и потом мучаются в оркестре. Им неудобно. Точно так же бывает, что люди приходят в хор, сначала пытаясь построить карьеру сольного певца. В хоре есть специфика пользования вот этим всем аппаратом, да, называя профессиональным языком, который позволяет все-таки, во-первых, не мучиться тем, что твой голос гораздо больше, шире, да, чем требует все-таки ансамблевое пение. Ведь не секрет, что у оперных певцов, которые выступают сольно, у них голоса сильнее на порядок, да. Но это совершенно не значит, что каждый из этих певцов может мастерски влиться в хоровой коллектив. Например, я знаю очень многих отличных певцов, которые только благодаря тому, что закончили, например, хоровую школу на речном вокзале, они прекрасно справляются с карьерой сольных певцов, и при этом обладают огромным профессиональным багажом, который может позволить им встать и спеть, например, в сеночную Рафманинова. Ну, она, в принципе, дико сложная, да, и там огромное количество сложностей для любого уровня певцов, но тем не менее. Вот в чем специфика того, что делают хористы, и то, что не сразу сможет сделать, точнее, то, что не сможет сделать любой солист? Да, взяла. Просто у нас нацеленность на то, что мы слушаем. Вот расскажите, как? Я оркестру своему говорю, вот сегодня опять на репетиции говорил, представьте, что у вас уши как в фантастическом мультфильме, да, помните «Тайны третьей планеты», длинные такие, и они, например, у скрипок находятся в районе расположения, вместо дислокации басов, для того, чтобы совпадать с басами, ну, я им советую просто представить, что ухо вытянуто на несколько метров. Вот что вы советуете? На несколько моментов. Во-первых, я учу петь в одной манере, и это дает нам общий какой-то, общий знаменатель. Потом я знаю, как расставить хор, чтобы сильный и слабый голос, ну, правильно расставить, была гармония. Потом, конечно, надо просто слушать друг друга и слушать, чтобы было, как раз, и пристраиваться. Это, кстати, и в жизни очень хороший навык. На другого больше ориентироваться, чем на себя. Делать все правильно про себя, а внимание обращать на сочетание хорогенов. Опять же, к разговору, почему детей хорошо бы отдавать в хоровые школы, если давать им музыкальное образование. Потому что с детства вот эти коммуникативные навыки, которые дает хор, они в нашем обществе сегодня, которое сам грешен, да, вот каждый живет в своем иллюминаторе в виде телефона. Ничего вокруг не видит. Это мы на своих детях видим в гипертрофированных размерах, потому что мы-то практически разучились, но когда-то, может быть, умели общаться. А наши дети сразу получают первейший навык коммуникации с миром. Телевизор и телефон. Все. Когда они попадают в хор, мне кажется, у них есть возможность научиться тому взаимодействию, которым может даже семью помочь создать. Да, обязательно помочь, может. Да? Так, ну я не знаю, о какой тайне я заговорил. Давайте сейчас про то, как хорошо, вот сложности работы мы обсудили. Я, правда, не совсем понял, похожи ли ощущения аркестранта и певца в хоре. Ну, хорошо, вот поехали вы на конкурс. Пели, пели, пели. Потом отдыхаете тоже вместе? Или все-таки в какой-то момент после изнурительных репетиций, выступлений, хочется друг друга не видеть? Бывает такое? Не бывает? Вы счастливые люди. Да, у нас, на самом деле, у нас маленький хор, и в этом очень большой плюс. А? Наш хор. Наш хор. Вот сегодня все спрашивают? Да, да, сегодня все. Почти все, да? Ну, практически, то есть, ну, несколько плюс-минус это не считается. И я все время говорю ребятам, и для меня это очень важно, что роль каждого очень важна. Вот одного берешь, уже другой звук. Мы какое-то время назад пели в этом же клубе на первом этаже, на опера Найт. И был состав человек 15, мне кажется, где-20. И был совсем другой звук, и все совсем в другой хор. Поэтому каждая часть... Это при том, что звукорежиссер у нас тот же самый, замечательный наш Слава. Удивительный человек, который умеет строить, настраивать микрофоны и для джазовых музыкантов, и для тех, кто исполняет классическую музыку. Слава, спасибо. Поэтому тут даже роль... Спасибо. Поэтому тут даже роль голоса в хоре играет в тростепенную позицию, да? То есть можно, в принципе, голоса не иметь, главное быть хорошим человеком. Главное быть... Подловой, да? Да, да, да. Да? Ну, хорошо. Вот хорошие люди отдыхают. Съездили куда вы на конкурс там? В Болгарию в очередной раз. Там у вас были сложности с мелодическим. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Рассказывайте. Сейчас мы вам споем одну песню болгарскую, которую на самом деле мы только-только учим, только-только. И там, да, там мелодический минор, который ребята еще пока как-то раздевляются. А кто будет петь эти сложности? У всех будет? В основном альты и басы. В основном альты и басы. Альты, представляете? Самая образованная партия. Да. Значит, как я всегда приглашаю посмотреть на сложности, да, вот, там, когда Надя играла с Керца. В общем, кому интересно посмотреть на выражение лиц, справляющихся с мелодическим болгарским, подходите, посмотрите. Это вот сюда, на эту сторону. Альта, Дима, что за Дима? Заможила шапку нового к небу. Альта, Дима, что за Дима? Заможила шапку нового к небу. Заможила шапку нового к небу. Заможила шапку нового к небу. Аплодисменты Он был в Москве Московский студенческий конкурс Паруса Надежды В Москве победили Отдыхали, поехали в Болгарию Нет, чтобы в Подмосковье Вообще, конечно же Вот этот весь репертуар очень веселый Он Нам строить и жизнь помогает Но есть репертуар, без которого Тоже не может обойтись ни один коллектив Особенно ближе к лету К маю месяцу Мы не то чтобы по обязанности А по велению души Начинаем петь программы Я думаю, что не только к майским праздникам Мы их готовим А в принципе, это музыка, без которой невозможно существовать Я абсолютно убежден, что мурашки Бегут во время исполнения Этой музыки Вне зависимости даже от степени подготовленности Но если петь это С отношением То, наверное, даже иногда Сложно и петь Я сейчас говорю про собственное отношение к музыке Которое связано с войной С Великой Отечественной войной Говорю это в связи с тем, что сейчас Хор будет петь песню Одной из самых любимых моих Например, я думаю, что и в зале найдется Очень много людей, для которых эта песня очень дорога А Таня мне рассказывала, что когда эту программу только задумывали Сейчас эта программа готовится, я так понимаю, в полном разгаре С ансамблем народных инструментов Я даже подозреваю, что после ансамбля народных инструментов Будет еще один коллектив С которым этот форс выступит как-нибудь вместе Я вас приглашаю Не знаю, как скоро получится Но я думаю, что мой оркестр будет очень рад Сотрудничать с таким замечательным позитивным коллективом Мы с капеллой Юрлова Рэкви и Моссарта исполняли в прошлой осенью Ну а почему бы нам не спеть с менее маститым Но зато в каком-то смысле гораздо более подвижным и отзывчивым коллективом Мне, честно скажу вам по секрету Пусть это в интернете будет видно У меня репетиция с капеллой Юрлова Унесла несколько прядей седых волос Потому что, опять же, по степени отзывчивости Бывают люди, которые сразу откликаются А бывают, говорят, извините, пели лет 20 так Не надо нам ничего лишнего предлагать нового Так вот, новая программа с песнями военных лет Да Да? Да Слушай Мы не представили нашего концертмейстера, хормейстера, директора, аранжировщика Светланы Снегирёвы Которая сейчас будет играть Я уже играла Мы обязательно должны это Я просто не могу сказать Ну ничего Я думаю, что Концертмейстера, аранжировщика и вообще всея этого хора Можно говорить после каждого номера Или перед каждым Бьется в тесто пищу и огонь По оленям с молоком слеза И поёт мне в землянке горло Про умывку твою и глаза Про тебя мне шептали пусты Белоснежный поёт как москва Я хочу, чтоб услышала ты Как тоскует мой голос живой И теперь далеко, далеко Между нами соля и снега На тебя мне дойти нелегко А на смерти четыре шага Пой гармоний, гаврю, негазло Заплудавший и счастье забрит В нерководной землянке тепло От твоей негасимой любви От твоей негасимой любви От твоей негасимой любви АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят нам о том, что чем чаще мы будем вспоминать об этом, тем в каком-то смысле мы больше застрахуемся. Потому что пока что ощущение, что страховка давно закончилась, и мы летим в тар-тарары. Ну это я так, скажем так. В дополнение к серьезной программе, сейчас о чем хочу сказать. О том, что я, как вы знаете, на скрипке играю немножко. И пока еще в каждой программе, в каждом концерте стараюсь продемонстрировать это, доказать, что еще пока справляюсь. Вот мы выбрали одно произведение в репертуаре хора, в котором скрипка вполне себе будет уместна, со своей такой жгучей темпераментной энергетикой. У меня она не такая, но скрипка у меня очень энергичная. И мы споем и сыграем сочинение, в котором, в общем-то, даже не обязательно слушать какие слова и на каком языке. Потому что у Астара Пьецола все о любви, все о страсти. И мы попробуем соединиться в этой музыке и сыграем вам сейчас одно из времен года, из его цикла «Времена года». Сейчас я вам тихо возьму руку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 о чем мы еще не поговорили? мне хотелось бы, чтобы все-таки вопросы из зала я вам точно говорю, хор часто приходить не будет говорил один мой знакомый не поцарапать собрать коллектив вот так вот в субботу, чтобы все пожертвовали своим временем. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Итак, есть вопросы из зала? Каверзнеры. Так. Можно? Нет. Филатову нельзя. Димочка, конечно, можно. Да нет, ну это же я же самое, грубо шучу. Дмитрий Филатов, главный, просто главный. Так, ребята, по следам вчерашнего дня, дня дурака, вопрос дурацкий от дилетанта. Таня, где вы? А, вы есть контртеноры, да? То есть нечто выливающееся из мужского ряда голосов. А есть такие контральны, которые можно назвать женским басом? Или нет? Потому что мне не разделились, одни говорят, конечно, другие говорят, возможно. Ну, как угодно можно назвать. То есть есть женщины, которые поют глубочайшим басом, делают на этом карьеру, а их, кем-то я не знаю. Ну, они тогда поют в мужские партии, в операх, типа Лиля, в снегурночке, поют контрактно. А можно потом как-то показать? Я прошу прощения, я вмешаюсь. Речь, если идет про уникальных исполнителей, типа им и сумок, да, которые могут... И вот это вот делать, да? Их все-таки немного. И я думаю, что в хоре таким исполнителям уникальным неуютно, они делают все-таки сольную карьеру и очень специфическую, в зависимости от окраски голоса. А если мы говорим про специфику названий вот этих контр, да, контр-тенор — это что значит добавка плюс октава, да, если упрощать. То есть есть теноровая партия, если добавить плюс октаву, которой нет у обычных голосов, то получается уже контр-тенор, выход в стратосферу. Если контр-альто, то еще плюс октава вниз. Ну, условно, да, мы не говорим точно о возможностях диапазонных, но вот именно еще плюс, достаточно большой этаж вверх или вниз. Правильно я говорю, Таня? Да, да, это традиция большая в Англии. Контр-тенора там поют альтовую партию. И тогда получается более мужской хор, чем смешанный. Но вот такая традиция, да, что альты, партия альтов поют контр-тенора. И если у нас это очень дорого, то у них это повсеместно, и поэтому контр-тенор нормально. Это нормально, то, что дорого у нас, у них бесплатно, и наоборот. Еще одна такая классификация, да, по поводу хор. Хор — это коллектив, в котором не обязательно будет 20 человек, но обязательно, чтобы на одну партию, на исполнение одного голоса, приходилось не меньше двух, а лучше трех человек. Потому что если каждую из отдельных линий голосовых партий исполняет один исполнитель, то это уже вокальный ансамбль. И вот, например, такой известнейший вокальный ансамбль, как с King Singers, английский, да, я просто сейчас вспомню. Там такой невысокий и очень забавный человек, который просто, глотка которого стоит бешеных денег. Он контр-тенор, и он берет такие ноты, которые, я думаю, даже не все сопрано иногда возьмут. Но он действительно один из уникальных. наряду с тем, что там, в принципе, это достаточно распространенное явление, пение контр-тенором. А у нас женщина и коня на скаку и контр-альто. Ну и раз уж я вылезу дураком, то и продолжим это дело. Как человек, пишущий, мне просто интересно, кто сочиняет для хора именно дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум? Именно дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум, а не дум-дум-дум-дум-дум-дум или па-пам-пам-пам-пам. Я придумаю призы за лучшие вопросы. Можно я расскажу? Поскольку я часто пишу аранжировки для нашего хора, и иногда приходится придумывать слова, которых нет в песне, потому что не все партии могут одновременно петь тему, иначе это просто будет неинтересно и некрасиво. Для того, чтобы расслоить музыкальную фактуру, придумываются различные слова, которые подчеркивают иногда ритм, иногда подчеркивают какие-то мелодические подголоски. Шуба-дуба, дуба-дуба. Ну, шуба-дуба не очень удобно петь в нашем конкретном коллективе. Мы что-нибудь попроще выбираем. Почему? Это вопрос каких-то согласных-гласных? Ну, скорее нет, просто должна быть очень специфическая для этого мелодия. У нас, ну, по крайней мере, в нашем теперешнем репертуаре пока таких подголосочков я еще не написала. Вот, поэтому там дум-дум, пап-парапам... Тик-так? Нет, тик-так тоже нет. Тик-так? Да. Иногда я придумываю какие-нибудь слова, и хор их отвергает. Говорит, нет, мы так не будем петь. И тогда мы общими коллективными усилиями придумываем что-то даже гораздо более интересное. Ну, я опять же могу сказать, что ты занят навсегда. Спасибо. Спасибо. Это человек, которому принадлежит, да, опять же, для тех, кто не знает, доля в авторстве этого проекта. Да? Ему и его замечательные супруги Гали, она тоже здесь. Спасибо вам. Всегда спасибо. Так вот, вчера был не только День дурака, но и День рождения одного из самых великих русских композиторов, которые когда-либо появлялись на свет, Сергея Васильевича Рафманина. Я уже упоминал его в связи с... Да, спасибо. Правильно, хлопать. Ну, это не мне, который об этом вспомнил, а просто, опять же, к сожалению, забывается, да. Да, Всеночная Рахманинова раньше исполнялась чаще. Сейчас в силу того, что в Большом зале консерватории иногда гоп со смыком сцену заполоняет, на Всеночной Рахманинова место в абонементных программах находится крайне редко. Тем не менее, как раз в связи с чем я вспомнил о его Дне рождения, именно во Всеночной Рахманинова переплетение голосов, каждый из голосов, тенора, сопрано, альты, зачастую делится не на два, а на три. То есть вот все четыре голоса, если разделить на три партии, получается 12. И если вы не поленитесь, послушаете дома, купите диск или залезьте в интернет, и послушайте, насколько это гениально звучит, насколько не мешают голоса один другому, и как при этом Рахманину удается иногда в разных голосах абсолютно разный текст проводить, то вы поймете, что, конечно, до уровня этой гениальности подняться далеко не всем удается, именно поэтому Рахманин в гении, но за само стремление к тому, чтобы аранжировки и вообще хоровое звучание было как можно более интересным, многослойным, хорошо, что сказали слово «мною любимая фактура», потому что может быть ситчик, а может быть очень пушистая и разнообразная ткань, совершенно не обязательно, чтобы в ее расслоении виделась фактура Марвли. В данном случае, конечно же, это гораздо более интересная ткань, которая переплетает в себе абсолютно разные нити, разных цветов и разного значения. Так вот, за мастерство аранжировки как раз достойны аранжировщики очень часто отдельных аплодисментов, и я думаю, что не лишним будет в данном случае благодарить человека, который берет этот труд на себя. И сейчас я думаю, что в той песне, которую вы сейчас приготовили в программе, я думаю, что там подголоски будут вполне себе веселые. Я не слышу. А там Бабаджанян. Будут веселые? Да, Бабаджанян и следующее, наверное, произведение. Ну, значит, не все сразу. Да, это оба произведения моей аранжировки. Вот. Там будут подголоски и у мужского, и у женского хора. Большая просьба, подголоски, так, чтобы видно было, кто поет. Будет слышно. Ну, в общем, чтобы и видно, и слышно, поозорнее. Делайте, чтобы публика поняла, в чем мастерство аранжировщика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разведелась Па-па-па-па-па Очень оптимистичные, радостные Но я хочу вам сказать главное Вот сейчас прозвучит песня, которая называется «Трус не играет в хоккей» Мы разговаривали про хор Но я всю программу смотрю Над тем, какую-то титаническую работу Здесь И я знаю, что на репетициях Еще более Это все можно умножать на 2, на 3 В куб возводить Ту работу, которую Таня делает с коллективом И вот «Трус не играет в хоккей» И слабые люди не создают хор Не собирают Я хочу, чтобы отдельно Вы прозвучали аплодисменты В адрес Татьяны И по-моему, есть вопрос Татьяна Владимировна, выходите Пока идет человек издалека Я буду спокойно, не торопясь говорить Профессор, Российская Академия Музыки Крестная моего любимого маленького сына Татьяна Владимировна Кандинская Преподаватель кафедры Контерплейстерского мастерства И очень-очень-очень мой любимый человек Очень глубокий и интересный музыкант Прежде всего я хочу выразить восторг Там все такое настроение царит в зале Спасибо вам за ваше искусство Вот так вот, наверное, не умею микрофон говорить Поздравления от всех Я хочу спросить Поскольку говорили, что вот Те, кто поют в хоре Разные специальности Физики, инженеры, врачи Вот говорили Все владеют нотной грамотой И как вот вы Справляетесь с разучивами Очень сложных произведений Просто интересно Да, не все знают ноты Мы долго шли к этому этапу Но теперь мы делаем просто Мы делаем запись Ну, мы разбираем на репетиции Потом я делаю запись по голосам Ребята идут, учат И все выучивают на слух Да, ну, ориентируются они по партиям Кто там дальше Вот кто 10 лет пройдет Ты знаешь Ну, уже лучше Уже лучше А, кстати, а сколько произведений Вот так, если посчитать по времени Вот какой репертуар в чистом хронометраже За 10 лет существования коллектива Да, отдельные аплодисменты Не жалейте 10 лет коллектив На энтузиазм существует И Танином энтузиазме И этих замечательных Прекрасных, улыбающихся детей Хотел сказать Но на самом деле Оставаться ребенком в душе Необходимо для того Чтобы делать такие вещи Конечно, простите Я еще раз хочу поблагодарить Это совершенно восхитительно То, что вот так вот на слух Вы умеете делать такие программы Браво, добрый день Спасибо Я больше скажу Я считаю, что любители Не должны играть Исполнять на публике По нотам У нас никогда не было папок В каком-то конкурсе мы победили Нам их подарили Но они так и лежат Потому что ни на каком концерте Ни какой сложности Репертуар Не может любитель исполнить Если он абсолютно Несвободен в нотному материале Ну, в данном случае Любитель, конечно Оно Слово такое Двухстороннее С одной стороны Вроде бы как Такое Немножко снисходительное А на самом деле Не любить То дело, которым занимаешься Невозможно Иначе смысл приходить И мы, я думаю Сейчас сможем убедиться Еще раз Потому что Песня «Трус не играет в хоккей» Она только для очень Позитивных людей Да Я хочу еще добавить В чем специфика Нашего хора И вообще Любого любительского И почему Это очень здорово И участвовать в нем И руководить Какое-либо Удовольствие и счастье Потому что Не надо преодолевать Нежелание Нужно помогать Желанию Расцвести И направить его В нужное Чтобы работать Коротким путем Дойти до цели Как помочь Но не надо Не заставлять Не уговаривать Не придумать Какие-то большие Сложные мотивации А надо просто Репертуар, который нравится Или объяснить Что должно понравиться И удовольствие Просто время И радость Совместного творчества Вы пустите На пару репетиций Я отдохну от своего оркестра Которому иногда нужно говорить Ребята Вы зачем приходите На репетицию Ноты играть? Они говорят Нет Я говорю Зачем? И молчат Я говорю Эмоции Вот вы приходите На репетицию Вы должны репетировать Эмоции Которые вы будете Доставать из людей И в общем-то Мне кажется Что у нашего коллектива Нам еще нет 3 года Я про свой оркестр Любимый говорю Вот это постепенно Получается Все лучше и лучше А у этого коллектива Которому уже 10 лет Это видимо Уже такая база Которая Не должна обсуждаться Это очень хорошо И все-таки Сколько Произведений По времени Если С произведениями Сложно Потому что Мы не можем Одновременно Все спеть Нет Не одновременно Просто Если все Вот весь репертуар Спеть Сутки Андрюша говорит Да День Значит День Отвечаете За свои слова Мы как-нибудь Сделаем Этот проект Этот день Да Мы попросим У клуба День И будем Здесь Наскаживаться Я хочу Еще С гитарой А если Еще и Магазин Заехать Перед этим То Можно Все лето Правильно Провести Хочу еще Представить Ребят Которые Марианна И Кирилл Они у нас Пара И они Оба Высок 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 И очень Много лет Уже поют В этом хоре Просто приветствую Приветствую Дети Так Работаем Вообще Детей У хора Я сейчас Посчитала Уже Вот Выпускники Которые Я считаю Только те Пары Которые Поженились Те Которые В хоре Оба ходили Уже Шесть Детей Нормально Работаем Так Ну что Хуки играем Отлично Те Смирит В ушах Дехая Музыка Атаки Пара 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 На крюшку Посильный удар Пара Ура И все в порядке Если только на подсчатке Великолепная Пятерка И брата Пара Пара Суромый бой Ведет Ледовая Дружина Мы верим В участку Отчая Детей Паркей Пара Пара Как и играют Настоящие Мужчины Пара Те Играет Хоккей Те Играет Хоккей Пара 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 Паркей Пара Паркей Защищается Блестящее Пара Пара Великолепная Пятерка И брата И брата Суромый Бой Ведет Ледовая Дружина Мы верим Мужество Отчая Их Паркей Игра Настоящие Мужчины А Трус не играет хоккей, Трус не играет хоккей. В сезон ночи будет сыгран, а ты мало, И не забудем, не забудем мы, как стар. Сражение солотое, кубки, дом и лоба, Великолепная пятерка и братан, Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней, Хоккей играют настоящие мужчины, Трус не играет хоккей, Трус не играет хоккей. Ну что же, у нас осталась одна композиция, Но я не был бы Александром Бархенском, коварным, Если бы по ходу дела не придумал бы один подвох. Как вас зовут? Марина. Вот Марина не знает, что нельзя отвечать на вопрос малознакомых мужчин. Пока хор пел, Марина там тихонечко сидела, Не участвовала в исполнении. Я ее спросил, а чего это вы тут сачкуете на скамейке запасных? Она говорит, я это еще не знаю, я недавно в хоре, всего два месяца. Вот, мне кажется, самое интересное спросить у человека, Который уже на концерте, Но в каком-то смысле действительно на скамейке запасных, Наверное, разные, да, бывают эмоции? Вот только что пел, а потом надо где-то отдохнуть. Что больше нравится? Отдыхать? Со стороны смотреть? Мне, честно говоря, нравятся оба состояния, Потому что успеваешь и насадиться, как хор поет без тебя, И просто поет без тебя. Просто парадостно, как у вас эти хори. И в любом состоянии ты будешь этим хором, И петь то, что правильно, то, что нужно, то, что ты знаешь. Не надо было без тебя. Такое шахматное удовольствие, да? В шахматном порядке, отлично. Заветели только лучших берем, да? Да у вас вообще изумительный коллектив. У нас еще есть один мальчик. Я знаю, вот этот мальчик тоже не знал, Что дядям нельзя отвечать на вопрос. Он вообще две недели в хоре. Он там спокойно сидел. Знаете, какой способный? Он из Казани пел в хоре уже. Сколько лет вам? И в музыкальной школе? Мне 25 лет. Действительно, я приехал из Казани. До этого я пел в своем казанском хоре года три. Но что самое интересное, В музыкальной школе я от хора косил хорингитом. Вот. А я прошу прощения. Я просто почему, опять же, так горячо ратую? Потому что для меня это вопрос в каком-то смысле личный. Я когда маленький был, Меня дисконтом, солистом взяли в хор мальчиков. Я очень этим гордился. А потом, когда началась мутация уже в более старшем возрасте, Я, как большинство мальчиков на сольфежи, Говорил, не-не-не, я не пою. И, в общем, мне разрешали не петь. И от этого только вред был. Вот я это говорю, он как состоявшийся профессиональный музыкант. Я сейчас всех инструменталистов заставляю петь, Когда понимаю, что человек не слышит про себя музыку. И прежде всего должен услышать ее вот тут, рядом со своими ушами. И хор, конечно же, это первое место, Где человек может делать это совершенно раскрепощенно, Не боясь, что его засмеют. Потому что, конечно, одному со своими связками, Опять же, в период мутации, взросления, Очень сложно совладать. Но то, что петь необходимо в принципе, А в хоре это отдельное удовольствие, Это, в общем, как бы для меня априори. И вот еще раз закончите ваш рассказ про то, Как вы здесь себя чувствуете. Здесь я чувствую себя замечательно. И здесь я окончательно уже достоверился, Что, на самом деле, вот хор и хоровое пение, Это как пятая стихия. То есть, вот есть огонь, земля, вода, воздух. И пятая стихия — это хор, Потому что вот хором можно вообще все сделать. Вот, вы скажете, что заготовка, понимаете? Абсолютно нет. Ну что же, я думаю, что сегодняшняя наша встреча удалась. Я более чем доволен. Пока, получается, каждый раз совершенно неожиданно. Я, в общем, волнуюсь, как пройдет. Конечно, я готовлюсь. Но приготовить вот общение, Настоящее искреннее общение С таким многоголовым, многоголосым, Многоглазым. Потому что у всех, у этих людей Очень искренне открытые глаза. Теплые, веселые. Они действительно открытые. И я думаю, что вот этому раскрепощению Незакрытости в их жизни Хор способствует, как ничто другое. И я призываю всех, кто пришел, Не игнорировать хоровые коллективы Ни на сцене, ни в жизни. Ведите детей в хоровые школы. Сами идите, бойте, Если ни на чем играть не умеете. Если умеете играть, идите ко мне в оркестр. Так вот, Хору отдельное спасибо и браво. И сейчас в заключении прозвучит Еще одна песня. Я хочу, чтобы Таня сама Рассказала об этой песне. Ваши бурные аплодисменты Всем. Прошу прощения. В следующий раз, я надеюсь, Состоится, опять же, Совершенно уникальный вариант. Сочетание не редкое, Но такого уровня музыканты В клуб Козлова Вот так вот, субботу днем, Я думаю, что захаживают нечасто. Будет лауреат международных конкурсов, Потрясающая, Обаятельнейшая, Молодая флейхистка, Которая по совместительству Работает в одном из оркестров Москвы, Солисткой, Но я думаю, что Даже в оркестре Не в полной мере осознает, Насколько блестящим бриллиантом Они обладают. Ирина Сточинская Гастролирует по всему миру, Будет со своей подругой, Архисткой, Там еще вопрос у нее, Подруга не одна, Но, по-моему, Уже определились, С кем она будет играть. Программа совершенно чудесная, Я вас приглашаю, И, в общем, Прощаюсь с тем, Чтобы вы в конце Наслаждались пением Этого замечательного хора. Камерный хор Московского энергетического института И Татьяна Конина. Спасибо. Ну, мне нечего добавить, Я просто хочу вас пригласить. Вы подпеваете сейчас нам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дальше 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 Дальше